Приветствую вас, начать мне бы хотелось со следующего момента. Если мы с вами говорим о том, что вы вспылили и накричали на девушку свою, то, скорее всего, о чувствах с ней вы говорите, ну, не сказать, что бы часто. Да, то есть у вас либо все хорошо, либо не говорите с ней о чувствах, эмоциях, о том, что ей хочется, о том, что ей нужно. О том, что вы хотите, что вам нужно, вот. Либо у вас наоборот, все плохо, и вы говорите только о том, что вам хочется, только о том, что вам нужно, только о том, что вам важно, только о том, что вам ценно, и так далее. Понимаете? Это называется Низкий уровень эмоционального интеллекта. У вас. То есть неумение, грубо говоря, неумение отслеживать свои эмоции, неумение, грубо говоря, то, когда, значит, ну, когда происходят какие-то вещи негативные, допустим, негативные вещи, связанные, там, например, с вами, связанные, там, например, с тем, что в вашей жизни происходит, и так далее. Вы это в себе терпите, потому что у вас такая модель поведения терпеть. Почему вы терпите, кто вас научил терпеть, это уже вопрос другой. Это уже вопрос личных консультаций и анализов. Какие, грубо говоря, какие, грубо говоря, вот нормы, какие, грубо говоря, установки, да, ведут вас к тому, что вы вот не позволяете себе эмоции, не позволяете себе реализовывать их как-то, ну, как-то в реальном времени. Так, чтобы они не накапливались, например. Вот. И, соответственно, подобное, подобное, подобное поведение, подобное отношение почти всегда порождает недоверие. Почти всегда порождает непонимание у, например, девушки вашей и у партнера, любого партнера, непонимание мотивов. Почему так происходит? То есть, грубо говоря, вы на свою девочку нагричали, грубо говоря, вы из-за плохого настроения там, на нее как-то вот, как-то, как это говорят, спустили собак, да, ну, можно, можно, наверное, так сказать, да, что, ну, что спустили собак в охот. И девочка приняла это на свой счет. Почему она на свой счет это приняла? это уже вопрос, уже вопрос другой, почему, но приняла. Вы ей не сказали о том, что у вас плохое настроение, что вам его там испортило что-то, то-то, 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 нет. Вы со своей девочкой не поделились тем, что беспокоит вас. Вы своей девочке не сказали о том, что беспокоит вас. Понимаете? Вместо этого вы пришли на нее накричать. И вот это ключевой момент. Ваш выбор, ну, ваш победительский выбор, это ключевой момент. Почему вы выбираете именно такую модель как поведение? Почему вы выбираете именно так вести себя? Почему вы обещаете именно именно так, грубо говоря, проявлять свою активность? Вот это очень важный вопрос, на который вам нужно найти ответ. Понимаете? Вот. То есть, если вы, например, если вы не умеете, не можете, не привыкли, выражать свои чувства, не привыкли говорить о них, не привыкли делиться ими с кем-то, потому что, например, в вашей семье это было, ну, это было не принято, да, вот, не принято было рассказывать о своих чувствах, либо, либо там рассказывали о чувствах только в, ну, криках, например. Это не значит, что нигде так, это не значит, что со всеми так можно. Это не значит, что все, в том числе и ваша девушка, например, поймет все поймут подобную модель поведения, подобную модель отношений. Понимаете? Поэтому прежде, чем возвращать девушку, вам необходимо озаботиться вот этим моментом повышения своего эмоционирования. эмоционального интеллекта. Чтобы девушка не страдала, грубо говоря, из-за того, что вы вот не привыкли говорить о своих чувствах. Понимаете? О чувствах-то хочется говорить. Это ведь важно. Ну, чувства. Ваши чувства. Это все важно. Это нельзя, нельзя это просто взять и исключить из-за своего поля зрения. Нельзя. Это важно. Но нужно правильно выражать это. Нужно правильно, адекватно выражать свои эмоции. Нужно правильно, адекватно говорить о них. когда это сделаете, когда и если вы это сделаете, вам нужно будет с девушкой начать общение заново. То есть предложить ей общаться на комфортном для нее уровне, на комфортном для нее дистанции предложить ей и в процессе взаимодействия показывать, что вы изменили. вы стали другим. Ну, немножечко другим, что вы стали немножечко по-другому себя вести. Важен ли этот момент? Безусловно. Безусловно. Только так у вас есть реальный шанс что-то исправить, что-то изменить, что-то сделать, чтобы девушку вернуть. девушка не вернется к вам до тех пор, пока вы останетесь таким, потому что ей не нравится, что вы на нее там, например, либо орете, либо кричите, да, либо говорите о своих чувствах и так далее. Мне это не нравится. Я не я не осуждаю вас. Да, я не я не говорю, что вы там ну не правы. Я не говорю, что вы виноваты, что вы во всем виноваты. Девушка, она тоже выбрала вас, она тоже могла бы с вами не быть, но она выбрала вас, она выбрала быть с вами, она была с вами, жила с вами и так далее. Вот. И ей надо бы нести ответственность, конечно, за свой выбор. Она, видимо, терпела, 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 потом в один момент ей надоело, надоело терпеть, и она пришла уйти, сбежать. Вот. Тут тоже момент какой, что она вас на поре на временем принимала, так? Вот. А потом принимать, видимо, перестало. Ну, то есть с нее перестало получаться вас принимать. надо бы отследить момент, когда это началось, что именно она перестала воспринимать, и почему. Вот. Это важно. Это важно, чтобы вы, если хотите ее вернуть, то делали на этом обязательно акцент. Далее, вы говорите, как ее вернуть? Вопрос. Зачем? Зачем вам ее возвращать? Для чего? Чтобы она была с вами счастлива, вы знаете, что вы можете сделать ее счастливой. например? Чтобы она была счастлива. Или может быть для того, чтобы вы для себя что-то получили в этой вот ситуации. Вот. Подумайте. Подумайте об этом. Тоже. Это очень важно. мотив, для чего вы девушку возвращаетесь, вернуть хотите. Если потому что любите, если хотите, чтобы она была счастлива, тогда думайте о том, что вы сделали по факту для того, чтобы она была счастлива. Вот. И делали ли, и делали ли. а если нет, да, то есть, если вы не делали ничего для того, чтобы она была счастлива. Так. Мне как-то вопрос, а зачем тогда, зачем ее возвращать, для чего, что изменится, что будет. Понимаете? Вот. на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров Корректор Продолжение следует...